В третьей минуте был удален игрок команды Крылья Советов и точный бросок Владимира Алексушина вывел команду СКА вперед. Этот счет не изменился, а во втором периоде вновь хоккеисты Крылья Советов имели численное меньшинство, однако контратака и точный бросок Фатычука сравнивают счет. Затем уже точный бросок Дмитрия Гоголева вывел московскую команду вперед 2-1. Очередной прорыв гостей и вновь армейцы отыгрываются. А уже на 20-й минуте второго периода точный бросок защитника Твердовского вывел московскую команду вперед. Итак, счет 3-2, напомню, впереди хоккеисты Крылья Советов. Но если армейцы хотят уйти от поражения в сегодняшнем матче, то даже вчетвером им надо попытаться все-таки прибавить скорости и, как говорится, пойти ва-банк. Маслов, Павлов, Иванов преследует его. Бросок Визель отбивает. Опасный момент возле ворот. Бросок. Гол. Ну, что и требовалось доказать. Как говорится, пошли ва-банк хоккеисты СКА. И их труды были вознаграждены заброшенной шайбой. В меньшинстве они это сделали. А Борис с Павлов забрасывает уже вторую шайбу в сегодняшнем матче. Играть остается минуту и 14 секунд. Напомню, армейцы играют в меньшинстве. И ничья 3-3 у нас. 8 секунд остается играть. 7, 6, 3 секунды. Далее бросок следует. Возник тот самый момент, который едва не стоил... Просто едва не стоил, так сказать, заброшенной шайбе. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.